Вот пишут телезрители на форуме Я вас постоянно смотрю, ваша передача особенная Я думаю, ничего особенного в этой передаче, которая называется Ножный почетут, нету Есть только особенная, может быть, тональность Она максимально искренняя Это не специально Ведущий этой программы всегда такой Поэтому все то, что я делаю во внеурочное время для нашего сайта Это тоже искренне, это не отработка номера Только что я узнал, что, видимо, судья Казаков, который погиб в конце прошлого месяца Тот самый судья Казаков, дело которого, нужно подчеркнуть в генетское время, вели в течение полутора лет И в конце концов освободили его из-под стражи по незаконному Или по обвинению в том, чего он не делал Страшным преступлением, в убийстве своей первой жены Казакова освободили в этом году А вскоре после этого его полностью оправдали И вот теперь он погиб Смерть его была, не скажу, что бы страшная Она была и не быстрая Как в фильмах про мафию Его раздавила машина, тяжелый грузовик Странным образом дело уголовное не возбуждено до сих пор Но самое интересное, что буквально в эти дни он должен был в конце концов получить ответ на вопрос Достанутся ли ему или нет 20 миллионов компенсаций Для кого-то из тех, кто побогаче, эта сумма покажется не очень значительной для того, чтобы убить человека Для меня не так 20 миллионов рублей это серьезные деньги И скорее всего, казаков с его компетентностью, юридической безукоризностью эти бы деньги отсудил Потому что он почти три года находился незаконно в местах лишения свободы Это большой срок и большие моральные потери, прежде всего Кстати говоря, и зарплату тоже не получал Так вот, мы это дело, конечно, мы не следствие расследовать не можем Но мы на него, по крайней мере, прольем свет и назовем фамилии тех, кто подписывался под документами Содержание иезуитского в связи со смертью, претендующего на моральную компенсацию Моральной компенсации не будет Осталась жена маленькая, которая вынашивала ребеночка все это время, пока у него были неприятности И ребеночек родился за месяц до его посадки Одним словом, несправедливость, мне кажется, она будет очевидной И мы постараемся эту несправедливость подчеркнуть в нашем программе Еще одна тема, которая не дает мне покоя, это, конечно, национальный вопрос Как он выглядит с точки зрения миграционного вопроса Мы приводили в прошлой программе, по случайному совпадению, это совпало с информационным трендом всей этой недели Статистику о безработице 6 миллионов безработных в России и 15 миллионов мигрантов Умопомрачительная разница, которая подчеркивает государственную некомпетентность в миграционной политике То есть своих 6 миллионов, но мы превращаем 15 миллионов дешевой рабочей силы Это безобразие, которое провоцирует как минимум недовольство, как максимум острее ставит проблему Кто такие мигранты, зачем они нам в России, кроме как дешевая рабочая сила И что с ними делать По-видимому, мы обречены на то, что мы будем принимать рабочую силу из Средней Азии Из других мест бывшего Советского Союза Но делать их людьми одного общежития надо Надо оккультуривать этих людей Многие из которых приехали из Аулов, из Горных Не умеют ни читать, ни писать, даже говорить по-русски не умеют Но проблема-то еще связана с криминализацией этой группы населения И больше половины изнасилований совершены мигрантами И они допускают вещи, которые непростительны у них на родине Об этом говорил, кстати, наш хороший знакомый по передачам Исполняющий обязанности начальника Следственного управления Следственного комитета по Северо-Западу Андрей Лавренко Он говорил о том, что решено в конце концов Сообщать, инициировать сообщение о преступлениях О качестве преступления на родину мигранта С тем, чтобы семье там, пока он сидит, было неповадно Чтобы у них земля горела под ногами Потому что их родственник совершил такое Я говорю почти, что уже те тексты, которые будут говорить с экрана Но это не отменяет важности проблемы Мы эту тему будем продолжать Несмотря на то, что кому-то из тех, кто звонит по этому черному телефону в моем кабинете Очень не нравится то, что мы поднимаем так или иначе эту тему Да, кстати говоря, не только по телефону Уже официальные письма приходят в том, что мы провоцируем экстремизм В общем, будем бороться Еще одна важнейшая тема Качество дорог Это тоже наш тренд информационный Нужно им подчеркнуть Считает этот вопрос политическим Потому что то, что происходит в Петербурге с дорогами Не укладывается ни в какие цивилизационные рамки Я сейчас не говорю не о качестве дорог А о качестве транспортного передвижения Город все плотнее и плотнее стоит в пробках Ремонтировать дороги бесполезно Претензий к дорожникам много Мы хотим снять часть претензий Политических, прежде всего и социальных К дорожникам, которые делают свое дело в невероятных условиях Мы пошли дальше и решили доказать Что качество петербургского асфальта хорошее Мы отдали асфальтную экспертизу финскую И она подтвердила хорошее качество Правда же интересно Как и все то, что мы будем делать Программы должны подчеркнуть Как говорят плохие журналисты Прощаюсь с телезрителями Оставайтесь с нами До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова